Весна этого года Приют выглядит как 20 соток На нем двухэтажный дом На территории всего этого Разместилось на тот момент порядка 6 сотен собак Сейчас их уже гораздо больше Число приближается к 1000 Все это живо усилиями одного человека По имени Валентина Ей уже почти 60 лет Помогает ей в этом деле очень небольшая команда Надо понимать, что все это происходит в Липецкой области А Липецкая область это совсем не Москва В Москве очень много людей В том числе и тем, кому не все равно И в том числе студентов И даже школьников, которые готовы чуть ли не каждый день В чем-то да и помогать В Липецкой области таких людей найти почти невозможно Приют расположен на обычном участке Который окружен другими участками Которыми владеют какие-то люди Терпение людей не железное Их можно понять И к большому сожалению Это имело свои последствия Просто как-то зацепило, наверное У нас столько несправедливости Столько боли Столько злобы и равнодушия И причем все это настолько навороченно И слеплено, что даже не знаешь А законов нет Законы у нас в отношении бездомных животных Не работают Многие говорят Берет поломанных собак Чтобы заработать денег Это неправда Здоровые собаки У них есть шанс выжить У поломанной Шансов нет Габриэль был Шесть переломов на нем Он лежал, умирал на клумбе Трое суток И никто не помог Мы его взяли Прооперировали Сейчас пацанинок ходит у нас Хорошо, прекрасно А как делаем из того, что есть? Ну вы сами посмотрите У нас все хорошие ухоженные, правильно? Веселые Все целоваться лезут Плохо тоже, ребята Что мне все-таки шестьдесят Это возраст Сколько я еще смогу? Лет десять? Самое больше Все, а потом Палочку и пошла Те, которые на кухне бегают Тоже здесь были Тоже пополам мертвые Они почти все приходят Ребята такими Я не знаю почему И очень многие приюты Не берут малышей Потому что с ними Делать на них Метель Дарьков не собирается Ну то есть они Как бы не пиарны А мороки много Целыми днями Постойте вот так По три-четыре часа С ними, чтобы прокапать их Это очень долго Администрация города На просьбу о помощи Отвечает очень простую фразу Они говорят, что Они не верят в благотворительность Но при этом Когда им задают вопрос О том, что городу необходим приют Они отвечают, что он уже есть И ссылаются на тех О ком я вам рассказываю 23 июня этого года Вышло постановление суда О том, что приют Должен быть ликвидирован Ликвидирован срок До 31 декабря А если он ликвидирован В этот срок не будет То Приедут специальные службы И ликвидируют его Известными всем методами На пожертвования Валентина смогла купить Участок земли Достаточно для переезда В Чеховском районе Московской области Более того Ей даже удалось Построить некоторое количество Домиков, вольеров Прощей инфраструктуры Минимально необходимых Для зимовки На данный момент Удалось перевезти туда Только 600 Может быть уже 700 собак Еще порядка Трех сотен Живут там же, где и жили И находятся По-прежнему Под угрозой ликвидации Ну ничего Мы выздороваемся Лечимся Все у нас хорошо Хорошо, что сама У нее капать И катетеры ставить Это выручает силу В больницу не набегаешься Иногда среди ночи Приносят такого страшного Что он Уже все полумертвый Недавно видео прислали Как с живой собаке С живьем снимают шкуру И в интернете Это видео руляет И понимаете Главное Куда милиция смотрит Это же такое живодерство Ну почему нельзя Это пресечь И удалить это видео И найти все-таки Того Ведь можно найти Того, кто его снял Можно Понимаешь На русском языке говорит Даже пояснение дает Собака так кричит Что у меня волосы дыбом стали Я только посмотрела Ну секунд двадцать Пока до меня дошло Что я вижу Я сразу вырубила Потому что я даже вот И белая знаете Типа хаски белой Или вот такая Типа самоеда Что-то такое Вот он с нее шкуру Живьем снимал Белая Огромная белая собака Висит распятая Вот он ее стоит Это вообще страшно Это страшно У нас столько живодерства Мне кажется Это в России Я не понимаю Ведь сейчас он издевается На собаку Он же вырастет Он же людельничку Это убивает Ему же скучно станет С собаками Но надо будет попробовать дальше У меня выбрали с щенка Приезжала такая Вся красивая семья Муж с женой Клялись мне Что собака Будет жить идеально Я поверила Через два месяца Они щенка Расстреляли А муж охотник Он расстрелял Моего щенка На огороде Потому что тот Задушил его курицу Цена жизни Моего щенка Оказалась курица Хотя когда я отдаю щенят Я всегда говорю Ребята Вы мне если что Ну может не ужился Или еще что-нибудь Позвоните Я приеду Я заберу сама Я и за 100 километров И за 150 езжу За моими собаками И за чужими Когда там тяжелый Кто-то лежит где-то С этим проблем как бы нет Машина под рукой И это можно сделать Но то что брать Поиграли и выкинули Вы понимаете Я не понимаю Собаку возвращают У всех поголовно Начинается или аллергия Или собака У них не уживается Я никогда не могу понять Эти слова Почему? Потому что у нас Уживаются все Как может не ужиться кот Или не ужиться собака Не может этого быть Все зависит только От человека Который берет собаку Это вы не уживаете С животным А животное Уживается со всеми Скоро Новый год Это такое время Когда люди Без всяких на то причин Делают друг другу добро Я вам рассказал О тех Кому это добро Просто необходимо Кому нужна Эта самая помощь И будет очень здорово Как мне кажется Если кто-то из вас Вместо того Чтобы в очередной раз Купить гору безделушек И как бы подарков Для родных и друзей Возьмет эти деньги И отправит всем Кому нужнее А родные и друзья Они же не за материальными ценностями Они за заботой и вниманием Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтита Они хоть и большие Но такие трогательные Вот этих уже Которые там сидят Уже выбулили Субтитры создавал DimaTorzok Тоже гулять хотят еще Да Хватит Другая очередь Выбивали а вот этот борода ты без спроса убежал теперь поди его поймай вот но поймаем сейчас сейчас пошли за поводками за ошейниками за поводками сейчас будем отлавливать потому что а который сегодня привозили ай какая хася гуляет ну вот посмотрите во-первых еле поймали а во-вторых сопротивляется идти на поводке не хочет вот смотрите что делать а бегать по вот этим двум гектаром но это просто невозможно да вот хулигашки хулига ты вырвался или вырвалась ну все понеслась дальше вот и посмотрите вон там две еще носятся бегать по сугробам которые по колено вообще нереально так что пока не ухандокаются а хотелось бы еще кого-нибудь выгулить вон посмотрите их сколько вон их сколько и все хотят вот когда кто-то гуляет они скандалят а тут вот такие сугробы вот ходить не очень удобно поэтому невозможно собакам конечно она не носится там как раз где сейчас делают новые вольеры вот там мужики все наши рабочие вон там по заборам лазают и они туда пошли эти две деловые нет три вон три хася и двое непослушных которые вот одно невозможно загнать уже уже все силы потрачить так что не знаю придется наверно кого-то просить поймать так что вот вот я немножко сниму вот так панораму но вот эти 7 бытовок так и остались вот их подписывали 1 2 3 4 5 6 7 но вот эти три новые вдоль правой стороны так и осталось вот месяц уже как стоят ничего не изменилось и вот там уже вот самая узкая сторона вот отсюда кажется что вообще сейчас вот вольеры друг другом сольется то есть там так трапеции сделан участок не сделано выделен потому что тут вот деревья которые трогать трогать было нельзя вот сейчас так красиво камера конечно не передает но красота необыкновенная вот такие дела хася вот бежит вон как она вон как она вон как по сугробам скачет хачка ну ну все сейчас они уйдут за эти за домики и уже все потерялись как будто это очень трудно конечно нужна большая такая выгольная площадка на которой они и побегают но и ловить чтоб было легче потому что конечно на такой территории поймать собак нереально просто ну зато они довольны получают удовольствие ну вот этот вот большой который в будке сидит он оказался очень трусливеньким да ой не ты меня сейчас уронишь я и так еле сижу тут на корточках вот один сидит наверху один вот бродит бродит такой толстенький вот а вот этот вот оказался большой сам большой мой большой трусишко оказался давай трусишко выходи выходи мой золотой давай тебя в полной красе ой не надо мой телефон брать нельзя нельзя брать телефон Ах, какие красавчики! Красавчики какие! Ах, какой красивый! Сейчас! Какой голос у тебя строгий? Так, как вас снять, не знаю. Так, попытаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok